Друзья, я всех приветствую вас на канале Империя Инструмента. Сегодня с вами Антон и поговорим мы, как вы уже поняли, о компании Баха. Чуть сюда не показал. А конкретно о сантехническом инструменте, ну, в первую очередь, наверное, о ключах. Почему? Потому что, на секундочку, компания Баха является родоначальником такого инструмента, как газовый ключ. Они его придумали, они его разработали. Честно скажу, год не помню какой, но факт остается фактом. Вот, поэтому, пожалуй, начну я с них. По большому счету, в принципе, ближайшие конкуренты у него, да, то есть они, ну, примерно плюс-минус то же самое, да, то есть, что сказать об этом ключе. Губки у него закаленные, да, то есть твердосплав, смыкание происходит, как вы видите, прям максимально точно, зуб к зубу, да, ну, у профессионала иначе быть не может. Вот, здесь у нас находится такая комфортная вставочка, здесь пластик, да, накладка, а здесь резина, да, ну, во-первых. Во-первых, она противоскользящая, ну, и во-вторых, так как у нас ключ это силовой, да, при захвате чего-либо. Вот, при захвате чего-либо, ну, здесь куда комфортнее давить на рукоять, нежели, если она была бы просто металлическая, а не дай бог еще и ребром. Вот, гайка ходит комфортно, не затыкается, ну, то есть, отличный ключ, простой, но надежный, отличный ключ. Есть у них, естественно, модельный ряд в различных размерах, вот он малыш, у него довольно тоненькие губки у них, здесь, да, в отличие от многих других производителей. Вот, но есть и ключ с фишечкой, да, фишечка у нас заключается вот в этой кнопочке. А если нам раскручивать это тут постоянно туда-сюда, то с этим ключом этого делать не придется. Мы нажимаем на эту кнопочку, и гайка у нас падает вниз, либо вверх. Вот такая вот комфортная фишечка. Мелочь, а, как говорится, приятно и удобно, и нервы целеют, чем вот эту наяривать. Вот такого я, в принципе, не встречал ни у одного-другого газового ключа, то есть, только у бака такой. Очень многим компания Бака известна, особенно сантехникам, да, по их знаменитым ключам, ну, шведик, да, то есть, с помощью червячного механизма, мне кажется, практически у любого профессионального электрика есть ключ-шведик, да, от компании Бака. Их любят, их ценят. Здесь у меня классический ключ на тридцатку, да, то есть, ну, даже, наверное, на тридцать восемь, дальше тут метрика идет уже без циферок. Вот, есть точно такой же, но с зауженными губками, то есть, наглядно, наверное, лучше будет вот так, понятно, если это видно, да, видно, да? Ну, вот они прям срезаны наполовину, да, для захвата каких-то мелких гаек и труднодоступных мест, то есть, прям идеально. Здесь у меня, к сожалению, нету, есть еще точно такой же ключ, но он полностью раздвигает нижнюю губу, да, то есть, она вытаскивается, меняется стороной, да, то есть, загоняет сюда, и, получается, ключ у вас уже работает на разжатие, то есть, ну, крутой ключ. Ну, здесь, к сожалению, нету, их нет просто в наличии сейчас, поэтому не могу вам показать, прошу не судить строго. Вот, ну, и модельный ряд тоже у них большой, есть вот такие, есть еще больший размер, у меня тут такие, есть следующий вот такой, мелкий, ну, и совсем малыш, прям малыш на двадцаточку, прям червячный механизм, прям, ну, комфортно ходит, все прям гладенько, несмотря на то, что эти ключи не новые, это демонстрационные ключи, которым уже не один год. Им бы все нипочем служат, гадамины, верой и правдой в нужный момент вас не подведут. Естественно, ключи силовые, то есть, крепкие, хорошие. Вот. Дальше здесь, ну, собственно, такого типа ключ, уж простит меня, бака, ну, как Кобра, всем известная книпикс, да, то есть, но немножко по-другому устроено. Если там у нас кнопка топит, да, то есть, то здесь мы уводим эту клавишу назад, вот таким образом, вот она, так работает. Удобно, неудобно, это, мне кажется, довольно субъективное мнение. Кому-то это, наоборот, будет удобнее, кому-то, наоборот, удобнее будет кнопкой, поэтому здесь не хочу как-то комментировать, насколько это удобно. Если брать меня в расчет, то, ну, по мне, кнопкой топить, ну, значительно удобнее. Также здесь, прошу заметить, зубы идут у нас только с одной стороны. То есть, одна сторона у нас летая, да, с другой стороны зубы. Для чего это сделано? Это для того, чтобы быстро подводить к, накидывать на изделие. То есть, опять же, минус кнопки в том, что нужно постоянно нажимать и переставлять под нужный размер. Вот, например, вот раз промазал, опять нажал, промазал, подвел опять и так далее. Здесь, нет, здесь мы открыли полностью зева, накинули на изделие и подвели, и произвели захват. Знаю, что, опять же, такая фишка есть не только у бака, но у бака она реализована именно таким образом и объясняется тем, что почему зубы только с одной стороны. Вот, но прочности ключ это, в этом не теряет, это уже доказано, да, то есть, ну, и опять же, винтик, замена кнопки, кнопки, я знаю, летят, и всех производителей они летят, независимо от класса. Вот, поэтому они, по сути, должны поставляться отдельно, и здесь элементарным обычным крестом меняется. Понятное дело, что такой ключ не один, их вот есть трехсотый, а этот у нас уйдет, наверное, на 180 миллиметров, ну, то есть, размерный ряд тоже достаточно богат, и раскрытие зева достаточно, ну, большое. То есть, не хочу сказать, что больше или меньше у остальных, но здесь она достаточно большое. По удобству, но, на мой взгляд, далековато. То есть, у меня стандартная рука, то есть, не маленькая, не большая, такая обычная, да, то есть, те, кого погромные лапы, да, то есть, ему вообще нормально, он спрячет ее, вот, а те, у кого рука чуть меньше ладонь, да, то есть, то, ну, будет, ну, довольно, наверное, неудобно. Вот, поэтому, но с другой стороны, при любом раскладе, если вдруг у вас пальцы оказались здесь, как бы вы ни давили, вы их не зажмете, ни здесь, ни здесь, ну, здесь уже вы сюда их, в принципе, не загоните. Вот, с ними пока все, со шведиками все. Есть вот такие ключи, знаете, на маленьком буду показывать, они, в принципе, тоже, опять же, их отличают только размер, на маленьком просто удобно показывать. Здесь, как вы видите, сверху флажок, который при нажатии меняет у нас положение, да, то есть, раскрытие зева. Все то же самое, назад не едет, нажимаем клавишу, падает. Без командки назад, опять же, быстрый подгон, то есть, прям, бака решили сделать, видимо, на этом акцент. Вот, раз, подогнали, зажали. Но, я заметил одну такую особенность, презентации этого не видел. Если мы здесь полностью раскрываем зева, да, то есть, я хочу произвести захват, понятно, если здесь изделие ничего не произойдет, но если в холостую я это буду делать, то при смыкании происходит у вас вот это. То есть, ручки мы сомкнули полностью, но ключ автоматически поднял себя вверх. На большом, наверное, будет более наглядно видно. Наблюдаем, смотрите. Да, понимаю, что на изделие, в принципе, это не проблема. Зажал, да и все. Но, есть такая особенность. Вот так. То есть, если у других нет, просто смыкаем ручки, шарнир смыкает, зелла остается, и губы у нас остаются на одном месте. Здесь, именно вот так это устроено. Хорошо это или плохо, ну, наверное, лучше судить вам. Пишите в комментарии, как вы считаете. Плюс это, минус, или это вообще абсолютно ни на что не влияет. И, ну, есть и есть. И бог с ним. Вот, давайте, наверное, проверим, насколько у них закалены хорошо зубы. Юзаный. Сейчас попробую прям. Держит хорошо прям. Сейчас чуть ослаблю. Ну, наверное, финт. Ну-ка, давай попробуем. Нет, не получается такой финт. Не получается захватить ключ, чтобы он держал. Но зато получается... Ну, у нас тружка. Получается сожрать немного железа с трубы. Труба прям вся погрызанная. Ну, его, собственно, наблюдаем. Зубы целы. Даже и намека нету на то, что произошло какое-то заминание. У бюджетных производителей мы сто пятьсот раз уже видели о том, что вот эти зубы, они якобы каленые. Да, то есть, ну, при серьезных нагрузках они прям слизываются вместе с металлом. Хотя здесь металл идет. Вот. Достаточно поэтому по комфорту. Опять же, это мое субъективное мнение. Да, то есть, ну, мне не очень здесь большой захват. Не очень удобно, зато здесь поменьше. Вот. Но то, что ключи крепкие, это факт. Да. То есть, сделаны из хорошей инструментальной стали. Да, то есть, там, где, они говорят, происходит закалка, она действительно есть. То есть, бака нигде, по большому счету, не лукавит. Ну, и давайте, наверное, перейдем к шарнирному инструменту, шарнирно-губцевому. Это у нас болторез. Все те же ручки. Масло-бензостойкие. Пластиковые. Сверху резиновые накладки. Довольно комфортно, мягко, то есть, немножко подпружинивает. Есть такая особенность, и, наверное, очень комфортная. Баком абсолютно везде, будь то болторез, или это будут кусачки, на внутренней части ручки всегда прописывают максимальный параметр реза. То есть, здесь мы видим, если перевести, это рояльная струна. Да, то есть, болторез способен перекусить по характеристикам производителя. 3,8 миллиметра. Ну, довольно серьезный показатель. Вот. Эти кусачки у нас идут. 160-й размер. Ну, вот, опять прописывается. 160-й размер. И от 0,5 до 2,5 рояльная струна. При этом 160-й размер. Агрессивная закалка на режущих кромках. Ну, и здесь все то же самое, только, ну, отличие лишь в модельном ряде. Это, наверное, 180-й. Да, 180-й. И чуть не забыл. Есть вот такая фишечка, прям крутая. Пружинка вылазит, да, и кусачка у нас становится подпружиненной. Прям очень комфортно. Вот так убрали, скажем, транспортировочное положение. Ну, они закрыты. Достали их в рабочее положение, перевели. Вот она упирается в другую, да, то есть и... Особенно, если мы кусаем какую-то проволоку, ее надо много. Это прям сильно ускоряет, облегчает работу. Вот. Шарнир сделан здесь винтовой. Вот мы видим. То есть не запрессованный, а винтовой. Вот. Ну, хватит, наверное, теоретически. Давайте я попробую в первую очередь, наверное, все-таки покусать кусачками, да, и посмотрим, хорошая ли действительно у них закалка, или это все, ну, сейчас замнется к чертям, и все пропало. Вот. Погнали. Давайте, наверное, от меньшего-большего. Начнем мы с самых мелких. Ну, здесь, опять же, не сказал вдогоночку. Видим геометрия. Здесь вытянутый носик, здесь у нас более закругленный. Для чего это делается? А, это когда вы, допустим, в проводку куда-либо лезете, да, чтобы, не дай бог, не наткнуть на соседний провод, или там где-то зацепить его и перебить. Здесь губки закругленные. То есть, при всем желании вы этого не сделаете. Вот. Так что, давайте, наверное, перейдем. Параметры реза у нас идут 2,5 на двойку. Вот эти острозубы с острым, да, двойка, а здесь 2,5. Так что, давайте, наверное, поработаем 2,5. Этих оставим в покое самых младших. Ну, самый простой, наверное, да, это возьмем гвоздь. Считается средней по твердости, когда производители приводят примеры. Разлетелся гвоздь. Смотрим на режущие кромки. Ничего, ровным счетом. Шарнир выдержал кромком. Все нипочем. Давайте, наверное, усложним задачу. И возьмем немножко покрупнее, 180-й. Все-таки силовые, когда кусачки есть, да, то лучше работать, конечно, по большим размерам. Хотя, 160-й, почему все любят 160-й размеры, независимо от производителя кусачек, потому что, как правило, одной рукой можно работать. То есть, 160-й размер позволяет вам комфортно раздвигать полное зева. Ну, кстати, зева довольно большое. Раскрытие зева прям действительно хорошее. И длина кромок тоже, в принципе, хороша. У многих производителей она такая прям покороче. Вот. А 180-й уже, ну, то есть, не так удобно. То есть, я уже пальцами цепляю. И сильность сжать, если что-то перекусить. Вхолостую-то понятно. Да, я туда-сюда гоняю. А вот если что-то перекусить, уже я пальцами, ну, не создам этого давления. Каленый, классический каленый черный саморез. Даже не напрёк. А одной рукой не хватает сил не перекусить. А нет, хватает. Ну, давайте, наверное, для сравнения всё-таки гвоздь кусану. Нет. Почти. Влетают. Естественно, кромком. Всё нипочём. Шарнир на месте. Всё прям отлично. Ну и что, Бен, давай попробуем цепь перекусить. Кусачками, наверное, я не буду рисковать это делать. Потому что банально... У меня они... У меня сил, наверное, не хватит. Хотя они прям, ну, как, смотри, вырезаются. Вырезаются прям. Есть. Перекусил. Не знаю, видно, нет? Видно? Ну и для сравнения сделаю то же самое. Болторезом, чтобы прям было совсем видно. Болторез у нас идёт уже 200-й. Хотя, что я смотрю-то. Да, вот, написано же всё. Для таких, как я. Рояльная струна 3,8. У нас, конечно, не рояльная струна. Нет у меня здесь рояльной струны. Есть... Есть маленькая цепь. Ну, по-моему, мы его пополам расколола. Давай ещё раз вот так сделаем. Для наглядности. Не здесь, чтобы отвалилось. Ну, вот они, они все валяются. Эти звенья перекусанные. Вот. Видим, да, сколько мне усилия потребовалось перекусить 180-ми кусачками. То есть, я прям упирался в стол и весом сдавливал, да. Вот. Кусачки с достоинством всё это выдержали. Ни на секундочку не замяло. Никакой замятины, никакого зазубрины нету. Вот. Но болторезом это в пять раз легче, потому что, в принципе, ну, одной рукой, понятно, не сделаю, но даже на весу это сдавить, перекусить. Ну, такую вот цепочку точно не проблема. Ну, а калёный саморез небольшой. Так, для сравнения. Даже не напрягается. Ну, и зела идеально. Только вот краску чёрную немножко покрытие снял. Давайте попробуем трос перекусить. Трос, по-моему, шестёрка, 6 миллиметров в диаметр. Понимаю, что ни кусачки, ни болторезы, в принципе, не предназначены для перекуса троса. Да, то есть, для этого специально существует инструмент тросорез, вот, который, в первую очередь, когда перекусывает его, он его вот таким образом не распушает. Ну, то есть, при перекусе, даже если я смогу перекусить болторезом, может быть, не сразу, но по истечению времени мы увидим вот такую картину. Если мы перекусываем тросорезом, то остаётся всё прямо вот в том сжатом состоянии. Ну, я сейчас попробую. Кусачками, наверное, не буду дёргаться, да, а попробую болторезом. Мы видим, да, что происходит. Дэн, покажи. Я полностью свёл, да, кромки, и он всё равно его не перекусывает, он его сдавливает, да. Вот, чтобы тут поверхностно я перекусил, но никак, да. Поэтому ни болторезы, ни тросторезы, по большому счёту, у нас не предназначены для перекуса тросов, да. Сейчас попробую кусачками добить, посмотрим. Ну, я так же их свожу, ну, и... Всё то же самое. Наверное, если очень долго мучиться по одному витку, можно будет перекусить, но это какая-то порнография, честно говоря, а не работа. Вот, поэтому трос кусать ни болторезом, ни кусачками, по большому счёту, не получится. Поэтому, если предстоит масштабная задача, покупайте, ребят, тросорезы и не мучайтесь, и за считанные секунды кусайте любые диаметры тросов. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментарии, вы вообще пробовали перекусывать болторезом трос, либо кусачками, или у меня просто руки кривые, да, и я по какой-то причине не получается у меня перекусить. Вот, также интересно, каким инструментом пользуетесь вы, если профессионалы, кто, скажем, зарабатывает эти деньги, там, мы не знаем, профессиональные сантехники, электрики или ещё кто-либо, да. То есть, напишите, чем вы пользуетесь, насколько он хорош, довольны ли вы им, или всё-таки подумываете заменить инструмент. Если подумываете, ребята, звоните для вас, я сделаю хорошие цены. Вы, наверное, возьмёте, ну, если, наверное, не по-лучшему, но я постараюсь дать вам лучшие цены на рынке. Не хотелось бы быть голословным, но я постараюсь дать лучшие цены на рынке. Вот, поэтому пишите, комментируйте, звоните в колокола. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!